Пицца с томатным соусом, это классика. Реже делают эту выпечку со сливочным. Решил сделать именно последний вариант. Расскажу и вам, что у меня получилось, как приготовить пиццу со сливочным соусом. Сливочный соус делаю на основе сливочного сыра, можно сделать его из молока, сливок или сметаны. К такому соусу, как и к томатному, можно добавить колбасу, грибы, овощи. Тесто сделайте самостоятельно или купите уже готовое. Подавайте пиццу горячее. Приятного аппетита. 1. В большой миске смешайте муку, соль и дрожжи, добавьте воду и замешайте тесто. Накройте миску с тестом, пускай оно постоит при комнатной температуре 12-18 часов. 2. Очистите лук, нарежьте его. Добавьте лук в сковороду с разогретым оливковым маслом и готовьте на маленьком огне, периодически помешивая. 3. Готовьте лук, пока он не начнет карамелизироваться, затем выложите его со сковороды. 4. Помойте, почистите и порежьте грибы. Положите грибы в сковороду, можно после лука, по необходимости добавьте масло. Посолите, поперчите и посыпьте сушеным тимьяном. 5. Готовьте, пока с грибов не испарится вся их влага, приблизительно около 10 минут. 6. В другую сковороду добавьте сливочное масло, почистите и выдавите с помощью чеснокодавки 1 зубчик чеснока. 7. Затем в чесноку и масло добавьте сливочный сыр и соль по вкусу. Взбейте и нагрейте на среднем огне ингредиенты в течение 10 минут или пока не образуется однородный густоватый соус. 8. Переложите тесто на чистую, посыпанную мукой поверхность, сформируйте из теста круг. 9. Положите тесто на круглую форму для выпекания, растяните тесто по этой форме. 10. Нанесите на тесто сливочный соус. 10. Посыпьте сверху луком и грибами. 11. Натрите моцареллу на терке, посыпьте поверх лука и грибов. 12. Поставьте форму для выпекания в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте в течение 12-15 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневого цвета. 13. Готовую пиццу порежьте кусочками и подавайте к столу.